Внимание! Марш! Лето – горячая пора для королевы спорта – лёгкой атлетики. Юные спортсмены двух сильнейших легкоатлетических школ Дмитрова в эти дни проводят интенсивные тренировки на стадионе «Локомотив». Ребята удачно выступили в нескольких стартах и сейчас готовятся к новым. В летний период времени они могут использовать дополнительный спортинвентарь. Например, специальные парашюты и грузы, а также оттачивать прыжки в длину и высоту в естественных условиях. Для воспитанников Дюсш-Дмитров летний спортивный сезон начался с районного первенства по лёгкой атлетике, где три спортсменки школы заняли призовые места в прыжках в высоту. Это Елизавета Муравьёва, Елизавета Ворохова и Полина Колбинова. Причём Елизавета Муравьёва через некоторое время снова стала первой уже на первенстве Московской области в этой же дисциплине. В своей возрастной группе Анна Рошу также стала победительницей первенства Московской области в прыжках в длину. Софья Коныжева завоевала два призовых места на областном первенстве среди молодёжи в прыжках в длину и в высоту. Ну и последнее соревнование, к которому мы сейчас готовимся, это будет чемпионат Московской области. Среди взрослых он пройдёт у нас 7-8 июля. Ну я думаю, что девочки наши тоже подготовятся, старшие в основном. Мы достойно выступим на этих соревнованиях, постараемся показать хорошие результаты. Ну, хочу сказать, вот Софья подтвердила звание кандидата в мастера спорта, прыгнув в высоту на 1 метр 70 сантиметров. Ну, учесть то, что она готовится к защите диплома, для неё это очень хороший результат. Отделение лёгкой атлетики спортивной школы Олимпийского резерва «Динамо Дмитров» делает акцент на беговые дисциплины. Победителями и призёрами первенства Московской области в своей возрастной группе в этом году стали в беге на 110 метров с барьерами Егор Емельянов, в беге на 400 метров с барьерами Илья Алдошин, а также Таисия Щербенко в беге на 100 и 200 метров. Успешно выступили в беге эстафетном 4 по 400, 4 по 100. В шведке малой 100 плюс 200, плюс 300, плюс 400. В этих видах дисциплины лёгкой атлетики у меня три спортсмена, которые стали призёрами Центрального федерального округа. Кроме этого, в эстафете 4 по 400 среди юношей мальчики стали чемпионами Московской области. Тренер Ольга Ишкинина уверена, что юные легкоатлеты могут показывать и более высокие результаты. Но пока нет возможности в полную ногу идти со временем, закупать новый инвентарь и тренажёры, чтобы повышать уровень физической подготовки. В планах легкоатлетов «Динамо Дмитров» принять участие во взрослом чемпионате Московской области в новых для них видах, в прыжках в длину. Между тем, самая старшая спортсменка отделения Ульяна Ишкинина в этом сезоне переходит из молодёжной сборной Московской области во взрослую команду. Ульяна начала выступать на взрослых соревнованиях и успехи не заставили себя ждать. Был чемпионат Московской области по эстафетному бегу. Вот вторые мы были своей командой. Потом был чемпионат Центрального федерального округа. В Смоленске проходил, ездили в Смоленска. Тоже хорошо выступили. Вторые тоже были в эстафете. Первый раз бежала эстафету 4 по 100 метров. Обычно бегаю 4 по 400. А тут поставили с девчонками-спринтерами. И такой был у меня для меня интересный опыт передачи палочки на большой скорости. Сезон у меня в самом разгаре. Ещё впереди 3 или 4 старта серьёзных. Среди них Кубок России, чемпионат России. Чемпионат России будет в Казани проходить. Так что поедем в Казань, посмотрим. Бегунья специализируется на двух дистанциях. 400 и 200 метров. До мастерского результата ей не хватает десятых долей секунды. 400 метров покоряются ей за 54,8 секунды. Такие спортсменки, как Ульяна Ишкинина, Анна Рошу, Софья Конжева, являются гордостью своих школ. На них равняется совсем юное поколение.